всем привет меня зовут надя сейчас я провожу репортаж с места событий я нахожусь на работе и сейчас я буду проводить долистовую обработку плодовых деревьев от вредителей болезней я ландшафтный дизайнер и уже более 10 лет я занимаюсь уходом за садом озеленением и глухо устройством и важная часть моей деятельности это защита растений в защиту растений входят мероприятия по борьбе с болезнями вредителями лечение растений и предотвращение их заболеваний сейчас у нас на дворе апрель конец апреля начало мая и важным мероприятием по защите растений является долистовая обработка сейчас я вам расскажу что это такое и зачем это нужно долистовая обработка проводится когда на деревьях еще нет листьев по зеленому конусу зеленый конус это проснувшаяся почка либо по еще не проснувшейся почки зеленый конус это у нас вот такая не раскрывшаяся почка по ней можно проводить обработку смело это очень полезно для растений также у нас есть полностью не раскрывшиеся почки это вот такие почечки да по ним мы можем проводить обработку даже в марте месяце все болезни и вредители очень многие из них зимуют не только в опавшей листве или земле но и на коре растений в особенности это касается грибковых заболеваний в первую очередь также различные гнили пятнистости бактериальные инфекции все это тоже может зимовать на коре или на оставшихся на деревьях каких-то остатках листвы или плодов в трещинах коры могут зимовать вредители поэтому пока нет листьев препараты очень хорошо проникают в кору на кору и помогают избавиться от болезней это весьма эффективная мера которая в совокупности с уже обработкой повторной по зеленому листу молодому дает замечательный эффект защиты растений чем мы обрабатываем а начнем с обработки от болезней а я использую препарат топаз вот такой пузыречек 10 миллилитров он используется 2 миллилитра на 10 литров воды топаз это препарат который помогает бороться со всеми видами практически со всеми грибков и бактериальных инфекций растений он практически не имеет запаха грубо говоря не воняет и очень хорошо помогает в отличие от бордовских смеси различных он не забивает опрыскиватели я не рекламирую этот препарат просто в данном случае я буду использовать если вы выбираете какие-то варианты бордовских жидкостей обива там или что-то в этом роде то концентрация должна быть побольше топаз мы используем строго по инструкции и чем я буду опрыскивать я буду использовать электрический опрыскиватель в отличие от обычного ручного помпового опрыскивателя здесь в электрическом нам не надо ничего накачивать мы просто зарядили включили и сейчас будем опрыскивать раньше я использовала помповые опрыскиватели как и все вы наверно но последние годы я открыл для себя такое ноу-хау как электрический опрыскиватель опять же я не буду говорить о фирмах так как это не реклама но это очень хороший лайфхак для вашего сада если помповым опрыскивателем большой сад можно было опрыскивать даже несколько дней рабочих тела то электрически можно все это сделать за пару часов кроме того электрический опрыскиватель дает более мелкодисперсную такую вот парообразную водяной вот этот пар до парообразную консистенцию и очень хорошо со всех сторон обволакивает растения средство проникает гораздо лучше во все мелкие какие-то щели во все труднодоступные места также на нем можно делать более сильную струю доставать до самой вершины крупных старых деревьев не потребуется лазить скорее всего по каким-то лестницам можно будет просто снизу все обрабатывать вот стоит такой агрегат где-то две-три тысячи в зависимости от его качества ну качество отличается конечно более дорогие модели они более легкие и если обрабатывать будет девушка то конечно для девушки гораздо удобнее более легкий опрыскиватель ну для мужчин вообще никакой разницы нет на мой взгляд дальше насчет аккумуляторов ну на мой взгляд аккумуляторов проблемы с этим не будет потому что даже если у вас на даче нет электричества вы можете один раз зарядить его дома и скорее всего на весь сезон вам этого хватит мы очень много обрабатываем потому что защита растения это наша работа и пожалуй мы заряжали его пару раз за сезон вот ну то есть аккумуляторы у них весьма емкие проблемы с этим не будет как видите струя очень мощная я специально выбрала такую чтобы достать до самого верха дерева таким образом мы обрабатываем все плодовые деревья в саду кроме того если у нас есть например декоративная лыча и и мы обрабатываем тоже все вредители на декоративные лыча или на сакуре будут те же самые как и на обычные сливе вишни декоративные яблони вполне могут перейти на плодовую яблони кроме того мы проводим обработку от вредителей я обычно делаю так тары мы проводим их в разные дни чаще всего это более эффективно помните что обработку обязательно надо проводить в день сухой безветренной погодой чтобы как минимум три-четыре часа обработка прошла без дождя средства не смыло с ветвей через две недели обычно мы повторяем обработку это уже будет обработка по листу вот собственно такая методика очень помогает общая схема обработок это всегда весенняя листовая обработка от болезней вредителей потом дерево цветет если надо мы обрабатываем его стимуляторами какими-то для привлечения пчел и так далее если не нужно то следующая обработка будет когда плоды уже завязались по зеленому листу и если растение не болеет то в принципе этого достаточно если болеет то зачастую мы повторяем эту обработку еще раз когда пройдут две недели после предыдущей обработки в зависимости от того насколько растения болеют обработки можно проводить многократно с интервалом две недели однако как правило этого не требуется очень важно проводить обработки листовые по зеленому конусу для таких растений как абрикос который страдает поражается манилиозом сейчас очень сильно яблони поражающийся паршой очень важно проводить до листовую обработку от вредителей если у вас в саду много листоверток различных других паразитов на деревьях так что именно сейчас пора этим заняться во многих регионах листики еще не распустились хорошего вам урожая хороших вам обработок и приятных дней в саду спасибо за внимание